Эта операция длится уже второй час. При диагнозе рак желудка женщине положена гастроэктомия. Это хирургическое вмешательство с удалением лимфатических узлов. Чтобы проводить их успешно, необходимо современное оборудование, которое сюда поступает регулярно. Например, в начале 2017-го в онкодиспансере появилась эндоскопическая стойка. Она позволяет делать лапароскопические операции, увеличивает срок хирургической реабилитации, быстрее она проходит, менее болезненные ощущения, объем оперативного вмешательства выполняется тот же самый. Об инновациях в сфере онкологических заболеваний рассказали полпреду президента Александру Беглову. Он приехал в Архангельск, чтобы проконтролировать исполнение майских указов Владимира Путина. Очень хорошо, хорошо поставлена работа. Я вот смотрю, 10 операционных, диспетчерская работа, это очень технологически удобно. Даже для посетителей указатели, где что находится, можно не заблудиться. Пользуясь моментом, Александр Беглов поинтересовался у пациентов, устраивает ли их качество обслуживания в диспансере. В свою очередь и архангелогородцы нашли, о чем ему рассказать. А вот богословство дорог было летом? Было. Было там, Владимир Владимирович выделил почти 300 миллионов для архангельской области, да, там. В Новгородске стал светлый, прямо одно удовольствие. Раньше на ощупь ходили. Сейчас идешь и говоришь, большое ощупь спасибо. Ну, то есть лучше стало, да. Кажется, было это только вчера, 14 февраля 2011-го, в стены храма заложили первый кирпич. Сейчас закончена облицовка собора белым мрамором, здание подключили к отоплению, отштукатурили стены и своды верхнего храма. На все это ушло более 600 миллионов рублей. Ведутся активно проектные работы по интерьерам, иконостасам и церковному убранству. Ну и, конечно, по общему архитектурному оформлению, интерьерному оформлению собора. Вот сейчас основная работа сосредоточена на этом. Александр Беглов вместе с губернатором Игорем Орловым и градоначальником Игорем Годзишем возложили цветы к вечному огню и пообщались с ветеранами. «Райнович просил встретиться, потому что, говорит, встретиться, передаем большой привет от меня, потому что несут свою вахту, как полагается, молодежь воспитывает». Следующие точки визита – два образовательных учреждения – детский сад «Россиянка» и Архангельский морской кадетский корпус. В садике 280 воспитанников, 24 из них с нарушениями речи. Работа местных педагогов во многом пример для остальных воспитателей региона. «Уже сдали нормативы в своей возрастной группе. Очень здорово, обязательно. Вот 49 февраля. Первый раз вижу, что в Кадетском садике сдавали. А мы самые первые». А вот в Кадетском корпусе сдачи нормативов – дело обычное. И встречают здесь делегацию по военному. «Далее знакомство с корпусом библиотека, где кадеты готовятся к экзаменту, Именно в спортивные площадки и танцевальные классы, где тренируют тело и дух. Ну и куда же будущим офицерам без музыки? После экскурсии по кадетскому корпусу делегацию ждал небольшой сюрприз. Кадеты приготовили стол с угощениями, причем сделали это по всем правилам этикета. Алексей Шемякин, Михаил Меньшинин, Анна Рязанова, Алексей Карельский, Регион 29.